Конечно, за молитвы. Все в дороге у меня было благополучно. Хорошо. Не было никаких таких происшествий особо. Вот Саян, отец меня встретил, там у него я гостил. Ездили мы только в Ростовскую область, в город Шахты. Там его отец и брат живут. Отец уже девяносто третий год ему, но он так ходит, но уже даже сына не узнает, в общем, никого так. За ним сноха ходит старшего сына Зинаида. Там наши благовестники у него останавливались, у Павла Николаевича. И он передавал им всем поклоны, говорит, если соберутся, пусть едут, говорит. Ворота у меня, говорит, для них открыты всегда. И место, где они были, полностью предоставляю. Да, они сами свидетельствуют. Самая лучшая наставка была там. То есть свободно, там у него территория большая очень. Вот он занимался предпринимательством, делал колбасу. Но сейчас он от этого отошел. Сейчас другим занимается, там, делает, делает, там, лесом. Делает гробы, вот, пилит лес, гробы делает, этим занимается, этим живутым. Вот, поэтому все они так же передавали поклон, знают, смотрят. О нас многое знают. Ездили в Новошахтинск, там, в Старошахтинск, в Ростов. Далеко больше вернулись, потом ездили в Новый Иерусалим еще. Новый Иерусалим это под Москвой, на реке Истра. Еще патриарх Никон построил там. Хотел он сделать так, чтобы, как бы, ну, подобие Иерусалимского храма у гроба Господня. И он все, как это было, там, спроектировали. И примерно так, ну, можем сказать, в объеме чуть поменьше, но все равно в этом храме, как есть, там, заблудиться можно. Вот, там все, там и где, как гром Господень, был там камень, на котором будто бы сидел Господь. Вот, даже то место, откуда, как, где огонь выходит, когда благодатный перед Пасхой, там, делает, все так вот, в таком. Там река Истра, но сейчас она меньше стала, тогда была больше, говорит, это, как, вроде бы, Иордан, река там это сделали, вот, посыпали. Но храм очень громадный, и мы были там лет 18 назад, он был разрушен сильно, а сейчас там вообще восстановили все, там, я так посмотрел, думаю, там миллиарды вложены, потому что по сегодняшним ценам и такое все это сделать, такое, ну, везде охрана. Его восстанавливали не на копейки бабушек, а его восстанавливал какой-то фонд, председателем фонда был председатель Совета Министров нашей страны, Медведев. Вот, как это. Поэтому много. Ну, там, в общем-то, это, как туристический центр был. Он, как бы, монастырь называется, всего восемь монахов. Ну, мы побыли везде, посмотрели, все, ну, мертвое место относительно духовности. Больше туда и не хочется ехать-то, нет, зачем. Где бываешь, в первый раз, еще хочется приехать, там, помолиться как-то, это нет, ничего нет. Всего там восемь монахов живут, случайно я одного монаха там встретил, вышел только из келья, я его перехватил и просил, чтобы нас покормили, но он повел нас, покормили. Вот. Ну, они там совершают богослужения, везде там по храму все эти ларьки, 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 и то там разное продается, там, все там, ну, книги, свечи, там, разные фигурки, там, это, платочки, там, эти, сорочки, там, да, все такое, котенки. Да. Вот такое. Ну, что? Были мы в Москве, там, у одной рабы Божьей, еще приглашала, там, квартиру осветили, с ним вместе, там, была небольшая беседа у нас. Блин. Вот. Этот год, наступающий, 78-й, он, ну, в моей жизни, такой, как бы, юбилейный много. Вот. 14 января исполняется 40 лет, как меня руковоположили священный сан, дьякона. 14 января. Вот. В этот год, 20 октября, будет 50 лет, как я несу крест супружества. 50 лет. 50 лет, как один день прошло. Ну, такие, значит, вот. Хочу вам показать. Вы заметили, что у нас лежала Библия эта, и вдруг, так стало, затонные обертки. Я ту Библию я подарил новобрачным, Марку и Марии. Ну, думаю, ну, что подарить им, да, ну, что подарить такое, чтобы было. И как-то ночью даже проснулся, и думаю, ну, что такое подарить. Даже деньги подарить, но это не что, деньги. Завтра, фу, и нету их. И все. И что-то мне пришло, а почему бы не сделать это? Такое, какой у них подарок я сделал, это, я скажу точно, что это не в Томске, не в Барнауле, да и навряд ли где в России даже есть. Потому что русскую Библию, чтобы заложить позолченный оклад, это невопросимо. Поэтому я заказал, и для нас сейчас сделали вот такую. Здесь написано Библия, вот, и здесь тоже, вот, написано Библия. Полная, полная Библия с неканоническими книгами, полная. В каком окладе будет у нас теперь? На русском. Ну, чтобы вы не сомневались, я прочитаю. Какую вам, что прочитать? Какую книгу? Какая откроется? Покажите, покажите. Я глаза закрою, где откроется. Вот, нормально, вот. Вот, девятая глава Серахова. Вот так. Давайте. Что-то здесь, интересно. Зержу, дайте почитать. Да, что-то у меня как-то сливается. Ну-ка, давай, прочитай, что-то у меня это, туман. Не будь ревнив к жене сердца твоего, и не подавай ей дурного урока против тебя самого. Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей. Не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-нибудь не попасть в сети ее. Не оставайся долго с певицей, чтобы не плениться тебе искусством ее. Не засматривайся на девицу, чтобы не соблазниться прелестями ее. Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследство твоего. Не смотри по сторонам на улицах города и не броди по пустым местам его. Отвращай око твое от женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту. Многие совратились пути через красоту женскую. От нее, как огонь, загорается любовь. Отнюдь не сиди с женою замужнею и не оставайся с нею на перу за вином, чтобы не склонилась к ней душа твоя и чтобы ты не поползнулся духом в погибель. Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним. Друг новый то же, что вино новое. Когда оно сделается старым, с удовольствием будешь пить его. Не выбирали, открылся что? Прожжен, да. Первая строчка самая была. Батюшка. Не оставляй друга своего. У нас с отцом Иоанном, вот в наступающем году, у меня еще один велесь, 40 лет будет, как мы с ним встретились. В январе месяце мы с ним. Сразу после моего рукоположения, через два дня мы с ним встретимся. Он приехал в Омск. И с тех пор мы поддерживаем эту другу. Где мы бываем со священником, где сказали, о, это, говорит, редко так, чтобы... Ну, редко бывает, чтобы священники дружили друг с другом. Вот он, бывает, что редко день пройдет, чтобы не позвонить и не посоветовать себе что-то. Вот сегодня, говорит, прочитал, ты как думаешь, что это? Ну, если я не знаю, я направляю тогда в другой адрес. Звони, говорю, по телефону. 230-70-60. Он звонит туда, потом мне отвечает. Ну, что, позвонил, говорит, вот так и так вот сказал мне. Ну, я, говорю, принимаю это как есть тогда. Все, сказал. А в другой раз звонит. Ну, что? Да он мне сказал, говорит, это вопрос не ко мне. Это, говорит, Дмитрий, в Ростовскому обращайся. За ответом. Понимаю? Вот так вот. Вот еще один юбилей у меня в этом наступающем году. Были, значит, что? Там в шахтах мы поехали с отцом Иоанном в храм один взять, чтобы он хотел взять причастие, чтобы причастить отца. Ну, приехали, батюшка там, отец Иоанн высокий такой. Ну, и подходим, он вышел, подходит. И сразу говорит, о, отец Игнатий, ты сант принял? Он обознался. Думал, что Игнатий, ты сант принял? Я говорю, да, я уже вот 40 лет будет, как я, говорю, принял санта. Поэтому, говорит, так я обознался. Так, ну, и спрашивает, как там здоровье? Саи Игнатия, говорит, что? Мне, говорит, шибко понравилось. Он говорит, так, как Священное Писание знает, он прям, говорит, мне запал душу, сердце запал. Ну, а потом в Москве сосноходят, с женой племянника в храм ходили, она в храм ходит, а недалеко от них храм. Ну, и там с батюшкой так разговаривали. Он откуда? Я говорю, я с Барнаула, с Алтайского края. А у вас там вот в Алтайском крае есть, говорит, проповедник такой, Игнатия, ты не знаком с ним? Я говорю, да, знаком, я говорю, знаю. А как ты с ним, хорошо? Я говорю, да, насколько возможно, я говорю, знаком, хорошо. Я говорю, а что, вы что-то имеете против него? Да нет, 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 ничего. Мы просто, говорит, здесь вот и я, и батюшки там у нас, смотрим, говорит, выходим, смотрим, говорит, его. Я говорю, так, ну вы что-то, да нет, ничего против. Я говорю, а некоторые батюшки очень недовольны, ругаются, говорю, что он плохо называется священника. Он говорит, да, правильно, а что о нас хорошего-то сказать? Правильно он говорит, говорит, все это. Так, я говорю, ты не обижаешься, а тебя с Антой? Да нет, 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 нет. Все, значит, хорошо. Ну, в общем, так, скажем, что это совсем, ну, не знакомо ничего. А как-то выходит, значит, и знает, смотрит. Мы, говорит, это смотрим, говорит, это. Я говорю, что-то против, говорит, нет, ничего, говорит, у меня против, я не могу ничего сказать. То есть есть такие, которые, значит, смотрят. Ну, вот самые такие яркие впечатления, это вот такие все. Дорогой спокойно было, редко-редко, очень, чтобы завести разговор. Ну, говорится, я, да у тебя, батюшка, характер, ну, у меня характер всегда такой. Но я помню, когда я, взять, 20 лет назад ездил в поездах, то всегда только в вагон зайдешь, только ничего не говоришь. Сядешь только чай попить, перекрестился, если. Да еще если благословил пищу, все, здесь будет уже разговор, пока едешь, до Москвы будут подходить кто-то. И сейчас нет. Я сразу выкладываю, у меня Новый Завет лежит на столике, там это, читаю, открываю. Что-нибудь так уже вслух начну. Нет, как-то совсем это, редко-редко. Откликов в сердцах нету, да? Нету, почему? Потому что люди все знают сегодня. Сегодня и телевидение, по телевидению. Вот, вчера я посмотрел, канал Спас был, и там вели беседу, значит, люди, о том, ставили вопрос, почему случилось так, что в христианской православной стране случилась революция. Это накануне, сейчас за столетие революции. Ну, один говорит, да потому что, говорит, в этом, говорит, он прямо, говорит, такой полный мужчина, не священник, видать, без бороды такой, да потому что, говорит, священники, говорит, не учили так, как должно. Вот. И люди не знали пути спасения, говорит. И поэтому здесь вдруг показали им что-то новое. Вот вам дадим землю, фабрики, заводы, вы будете жить счастливо, там, как вот живут там бары, бары, вы будете так же жить, рабов не будет, все. Ну, и все, и сразу люди и кинулись на эту приманку там. Вот, хорошо пахнет она, но потом-то уже за этот крючок-то потянули всех уже. Вот так и это пошло. Ну, вот началась война, почему Отечественная война? Отечественная война, говорит, это Господь допустил для того, говорит, чтобы, ну, стряхнуть нас, чтобы одумались наконец-то. Ну, вот так вот, так вот, так вот, примерно такая беседа. Да можно в той же лайк посмотреть, на канале спасена записана, видать, мы говорим, знаете, здесь интересная беседа такая была. Так, а мне какие вопросы? Мальчика, можно вопрос? Ну, говори, говори. Недельный. Вот в газете «Московский комсомолец» на Алтае, 11-18 октября 2017 года, я не знаю, как это назвать, эту статью Пасквилем, ваш адрес или как, но хотелось бы услышать ваш комментарий. Или правда. Называется статья «Следы радикалов ведут на Алтай». Вопрос. О, как. К деятельности радикальной группировки... А что такое радикалы? Это как объяснить? Что такое? Пограниченные. Радикальные – это, ну, как бы, вот, слишком резко меняющие ситуацию, пытающиеся изменить ситуацию. К деятельности радикальной группировки христианское государство «Святая Русь» ХГСР может быть причастен православный священник из Барнаула, протеерея, Аким Лапкин. А что такое государство? А где такое Русь? Ну, вот такая есть организация, группировка такая «Христианское государство-Святая Русь». А где она есть? В России. В России у нас есть, в России, да. Так это партия или что такое? Место регистрации. Группировка. Группировка. Группировка такая. Сектант. Во. Может быть причастен православный священник из Барнаула, протеерея, Аким Лапкин, младший брат известного на Алтае православного проповедника Игнатия Лапкина. В последнее время эта группировка ХГСР получила известность в связи с рассылкой угроз кинотеатрам в случае проката фильма «Матильда». Лидер группировки Александр Калинин уже арестован. Уже арестован батюшка. Знаете такого? Нет, я тебе не вижу. Незнакомый? На камеру говорите честно. По слухам, Калинин тесно общается с Акимом Лапкиным. По вопросам организации религиозных поселений в Европейской части России по примеру учреждений в поселке Потеряевска-Мамонтовского района Алтайского края. Косвенно связь этой организации группировки ХГСР и братьев Лапкиных может подтвердить видео, распространенное в интернете, где Иаким дает советы, как правильно обустроить общину. Ранее у надзорных органов были претензии к Игнатию Лапкину, брату Иакима, по поводу православного детского лагеря в Потеряевке. Туда нагрянули сотрудники Роспотребнадзора. Они выявили от нарушений претензии к использованию для питья колодецной воды вместо проточной, несоответствия санитарным требованиям кухонного инвентаря и наличия клещей на прилегающей территории. Как сообщают источники московского комсомольца на Алтае, большинство воспитанников лагеря – дети из неблагополучных семей. Там действует жесткая дисциплина. Нельзя курить, врать, материться, отказываться соблюдать распорядок. Говорят, практикуются телесные наказания, а среди детей случались травмы. При этом врачей поблизости не было. Но руководству всегда удавалось разрешить конфликты с родителями, чаще всего из числа прихожан общины. Различные епархии РПЦ не раз критиковали Лапкиных, называя лжи-учителями, сектантами и отступниками от веры. Вот так. Ко мне прийти вопрос. Ну вот, причастность этой группировки. Я в такой группировке первый раз слушал. Я не стыкал еще. Так, Калинин, не знаю. Советы давали вы ему? Калинин. Если это тот Калинин, если тот только. Когда мы три года назад с отцома нам проезжали в Воронеж, и нам попросили покрестить Сергия парализованного. Ну, я приехал, я его покрестил, и там у него был человек, такой лет 35-40 примерно. Так, бородка небольшая. Там он стоял. Я не знаю, Калинин или Малинин, там или Рябинин, кто его знает. Он, с ним был разговор. Он говорит, знает, что он община. А как вы отец таким общину вас организовали, как общину? Я говорю, зачем тебе? Ну, я тоже хочу общину, там где-то деревня заброшенная, говорит. И я хочу так же. Но я говорю, это не так просто. Ты должен, говорю, цель поставить. Какой цель ты будешь организовывать общину? У нас, говорю, цель поставлена. И мы зарегистрировали это. То есть, возрождение поселка на православных, христианских западях, историйных, русских, благочестивых обычаях. Вот. Это цель наша. Теперь должен быть, говорю, лидер. Лидер не просто сидеть где-то и только указывать что-то. А ты должен показывать пример и жизнью своему, и в трудах. Чтобы тогда что-то ты сможешь сделать. Вот. Мы начинали, говорю, делать. У нас не было ни копейки, ничего. Но у нас была цель. И устав. Должен быть устав. Без устава ничего не будет. У нас, говорю, было такое, там в районе тоже один богатый человек. Вот. По тем временам очень богатый. Вот. Он решил тоже заброс на население так же. Но у него ничего не получилось. Потому что не было у него устава и не было цели. Вот. И лидер он никакой. Сам любил выпить и другим увлекал. Построил он даже на свои средства 10 домов. Но все развалилось. Эти дома развалились. Там дом построил Глушков, там у него был. В этом. Но он потом переехал к нам. Вот и все. Вся встреча. А потом только узнал мне, когда Калинина кто показали. Ну да, он стоял там рядом. Когда мы кричили, он стоял. Но я не знал, кто он. Калинин или Малинин там. Это была единственная встреча с этим вот человеком. Больше никогда не перезванивались ни разу. Он не звонил. Никак. Откуда они взяли, что имеет он связь постоянную или что? Врут все это. Брехуны. Они уже не один раз врали. Это какая-то интересная газета такая. А могли бы позвонить мне или спросить, как вы там, отец таким, вы знаете такого человека? Какая у вас была встреча или что-то? Нет ничего. Ну что, в суд подавать с ними? Судиться? А бесполезно. Там ведь вопрос-то, батюшка, в начале самом. То есть предположительно. Либо налить грязи и клеветы. Вот и все. Ну ладно, это нисколько мне это не касается. Как не касается? Абсолютно никак. Не помянули вас. Ну, знаешь. Если по чеху, то я должен говорить, во мне газете написали. Знаете, во мне газете написали. Я известный. Так что ли? Там попал он пьяный студент под повозку. И всем, смотрите, в газете про меня написали. Нисколько даже. Так, я вот, значит, что? Придется здесь 4 благодарственных аккафиста таких и вот несколько таких. Такие по 30 рублей, а эти по 40. Вот. Берите все деньги, в кружку спустите. В кружку спустите деньги. Так. На воскресную школу скинемся? На воскресную школу с детьми занятия, читать, чудеса. Тихо. Вам берите, читайте. Тихо. Тихо. Так. И вот такие календари. Календари. Это календари. Календарь. Он стоит 100 рублей. Это я покупал в монастыре Шамардина. Монастырь, это недалеко от Оркиной пустыни. Хороший монастырь. К тому. Вот. Значит, кто желает, так ее приобрести, пожалуйста. 100 рублей. Александр Михайлович. Настя, дайте. Мне. Но вы. Братья там никому. Все сестры. Подождите. Вы перехватываете все. Кому еще братья? Вот. Николаю. Николаю передайте. Можно? Там есть рассказы. Рассказы будете брать. На клиросе будет лежать. И когда будете брать, читать будете. Я в два. Вот. Кстати, как ты. Нет. Все. Так. О, вот еще. Какой? Вот этот я не знаю. 90 рублей вот такой. Это тоже календарь, но с акафистом. С благодарственным акафистом. Галю дайте. Галю. Я приезжу. Все. Все. Поняли? Которая блестящая стоит 40 рублей. Те 30. А эти 100 рублей. Все деньги в кружку спустите. В кружку, да. В храмовую кружку. Ящик. Ко мне какие еще вопросы? Через воскресенье. Через воскресенье приедем. Скажите, такие больше вообще никогда не будут? Нет. Нет, нет, нет. Они не печатают. У них нет. Годовое собрание спрашивает, когда будет. Что? Годовое собрание. Годовое собрание, когда будет. Ну давайте следующий приезд. Как староста-то что скажет? Спрашивает, когда годовое собрание. Ну когда, наверное, объявишь. Ну в следующий приезд, через воскресенье. Следующее воскресенье будет какое у нас? Двенадцатая. Какое число? Двенадцатая. Двенадцатая. Девятнадцатого числа. Еще вам, да? Девятнадцатого числа. Да зачем оно мне? Не надо? Не надо. Знаете? Я знаю. Друзья, меня это не касается. Это там не про меня. Нет, не про вас. Нет. Девятнадцатого числа. Двадцать лет дому будет, как передались нам его. Вот в ноябре акта там. О, еще один юбилей, говорит, вот здесь мне сказала, Надя. Двадцать лет, как здесь мы молимся. В этом году? Да. Да, точно, да. Двадцать лет. Конец двадцать седьмого года. А в какое время это было? Это был в декабре, когда Баварин был. А это акт о ноябрём записан, в двадцать седьмом. А начальнюю молиться мы когда? В соктябре или сентябре. Нет, перед Новым годом. Нет, еще не холодно было. Снег шел. Снег шел в Баварину. Вот там водовал дом. Нет, нет, начали молиться перед Новым годом. В декабре первое служение было. Сястя, ты же был, скажи. Да, Игнатьевич расскажет сейчас. Сейчас, Игнатьевич расскажет, успокойтесь. Он все помнит. Ну все, у меня все. Если нет никаких вопросов, то все. Первая литургия, четырнадцатого декабря. Четырнадцатого декабря. Дернадцатого декабря. Как меня не было. Тигрик не был, как бы не давали. Ты только что меня не было. Она зашла. Ну, на стене. У меня тоже не было. Вот наступающий будет очень такой насыщенный. Спасибо, Христос Батюшка. По традиции, сейчас читаем. Продолжение следует. Продолжение следует...